Месяц без домашних игр. Перерыв прервала серия игр, которая прошла в выходные. Желтый-синий встретились с курганским юниором. Первая игра закончилась в пользу гостей 3-4. Но накануне челнинцам удалось взять реванш. Однако не в основное и даже не в дополнительное время. Подробности у моей коллеги Эльмиры Гайнудиновой. Юниор активно штурмовал ворота челнинцев. На 13-й минуте гостям удалось распечатать ворота. Запомнилась первой 20-минуткой и дракой, за что оба игрока были оштрафованы. На экваторе встречи желто-синий прорвали оборону курганцев. Челнинский нападающий Аранис Файзулин сравнивает счет 1-1. А в заключительном отрезке времени соперники обменялись быстрыми голами. Счет на табло 2-2. Атака челнинский нападающий Николай Патрушев выводит команду вперед. Ребята бились. Команда хорошая. Курган приехала. В принципе, хорошо сыграли все ребята. Вратарь выручил. Но остаться в лидерах хозяева не смогли. Курганцы вновь сравняли счет. 3-3. Дополнительно время не помогло выявить победителя. Игра была доведена до серии булитов. Челнинцы выиграли по булитам. 4-3. В Саранске и в Саратове играли полубольные. Там какую-то инфекцию подхватили. И это отголоски, наверное. Поэтому, наверное, сегодня на вторую игру маленькое в движении не хватило. То есть ребята приходят в себя только потихоньку. Серия тяжелых в психологическом плане домашних поражений, она, конечно, накладывала дополнительный отпечаток, дополнительную ответственность. Но я очень рад, что команда не потеряла уверенность в своих силах. Челнинцы отправили в свою копилку 2 очка. Следующие игры также будут домашними. 12 и 13 декабря «Желто-синий» встретится с Южным Уралом Металлургом из Орска. Соперник замыкает турнирную таблицу и находится на 9-м месте.